Вот это все, вот этот весь стеллаж, это растение из чили. Здесь, кроме копья, есть не партери, не очиление, некоторые виды кифрокактусов. Олег Ильяшенко собирает кактусы 35 лет. Его коллекции – экземпляры со всех континентов. Нет ни одной оранжереи в мире, ни одного ботанического сада, где есть полная коллекция или полное собрание всех видов кактусов. В таком масштабе, как здесь, это, например, в три раза больше, чем в ботаническом саду. В Киевском, который по коллекции лучше в Украине. Это в пять раз больше, чем в Никитском ботаническом саду. Это больше, чем в Санкт-Петербурге, в Москве. То есть это одна из крупнейших европейских коллекций вообще. Вознаграждение за кропотливый труд – цветение кактусов. Например, эти астрофитомы, когда распускаются, похожи на звезду, рассказывает куратор коллекции Юрий Сушак. Это первое цветение этой весной. Так были единичные цветки, а тут сразу десятки. Это растения, которые на меловых скалах известняковых растут в Мексике, образуют на своем теле такие белые точечки. Они как бы сливаются с этими скалами. И цветки у всех преимущественно желтые с красной серединкой. Смотрите, какие цветок может быть больше по формату, чем растения. Есть в оранжереи и опасные виды. Это лафафоры. Разводить такие кактусы в некоторых странах запрещено, так как из них делают наркотики. Интересный род лафафора, тоже из Мексики. Их немного, где-то 10 видов, которые содержат различные алкалоиды в себе. И очень ценятся коллекционерами за свою архитектуру стебля. Они медленно растут. Они очень благодарно цветут с ранней весны до поздной осени. 250 квадратных метров оранжереи для колючих растений уже становятся тесноватыми. В планах коллекционера создать еще одну теплицу. Анна Дубровна, Кирилл Иванов, Панорама.